27 июля во французском городе Вальреас состоялось открытие чемпионата Европы по мотоболу. Наш корреспондент Елена Бабина находится сейчас во Франции вместе со сборной России. Она наблюдала, как проходил первый день турнира. Елена, есть ли первые успехи в национальной сборной? Добрый вечер, Татьяна. Я приветствую всех телезрителей. День открытия чемпионата стал для россиян очень насыщенным, хотя организаторы поставили нам в этот день сразу две игры с перерывом между ними всего в 30 минут. Первая встреча с Нидерландами, а вторая с одним из самых серьезных соперников с командой Германии. Ситуацию также усугубляла погода. 35 в тени. Такое вот сейчас лето во Франции. Справились ли спортсмены с такой нагрузкой? Справились и очень неплохо, но обо всем по порядку. Сначала игра Россия-Голландия. Первый период был достаточно ровным. Потом наши начали давить, а соперники огрызаться. Но капитан сборной Владимир Сосницкий открыл счет и этим мячом проложил дорожку остальным игрокам команды. Его примеру последовали Иван Крештопа, Сергей Крошка, Геннадий Мыц. Антон Гусев забил три мяча, причем не свойственные для себя левой ногой. Никита Семин забил также три мяча. А нас бы устроила ничья? О нет. Немцы являются финалистами чемпионата 2016 года, а до этого они два года подряд отбирали у нас звание чемпионов. Так что уже уставшим россиянам было непросто сопротивляться их напору. Буквально на пятой минуте Германия открыла счет, сравнять который россияне смогли лишь по пенальти в завершении первого периода. С Германией мы сыграли также триумфально, как я понимаю? Думаю, что нет. Дело в том, что сборная России настроена только на победу. И вот второй период принес нам второй гол. Его исполнил Иван Крештопа. Он же вместе с капитаном отличились и в третьем периоде. Но в последние 15 минутки двое наших игроков были удалены. И при игре в меньшинстве сборная Германии увеличила разрыв. В итоге 4-2. И россияне возглавили турнирную таблицу чемпионата 2017 года. Елена, спасибо. Мы с интересом следим за ходом турнира и ждем от вас новых включений и хороших вестей.